Катюша Это ласковое название советских самоходных установок залпового реактивного огня, данное им в период Великой Отечественной войны и прочно вошедшее в русский язык. Так уж устроено наше сознание, что наиболее значимые для нас неживые объекты мы стремимся подвергнуть антропоморфизации, то есть уподобить человеку путем обозначения ассоциирующимися с людьми языковыми единицами. Не является исключением и оружие. В повести «Тревожный месяц вересень» советский и российский писатель Виктор Смирнов говорит «Война научила нас любить оружие, ценить в нем красоту линий, всякие там загадочные и неподдающиеся анализу качества вроде ухватистости и прикладистости. Мы умели находить душу и характер в каждом виде военной техники. Мы называли грубые решетчатые железные установки «катюшами». Их завывание нравилось нам. Мы выросли среди страшной убийственной военной техники и не могли ни сродниться с нею, ни придать ей человеческие свойства. Уменьшительно-ласкательные антропоморфные наименования вооружения были распространены в языке военной эпохи. Реактивный миномет называли Андрюшей, самолет Ан-2 Аннушкой, самоходную артиллерийскую установку Матушкой, самолет Ил-2 Илюшей. Точное происхождение прозвища «Катюша» неизвестно. По одной из версий, оно связано с созданной еще до войны одноименной песней композитора Матвея Блантера и поэта Михаила Исаковского. Эта песня, рассказывающая о девушке Катюше, ждущей своего возлюбленного бойца, приобрела огромную популярность в военные годы. Как песня, так и боевая машина стали неофициальными символами Великой Отечественной войны и нашей Великой Победы. Русский язык – великий, могучий и бережно хранящий нашу историческую память. Субтитры создавал DimaTorzok